Ситуацию с коронавирусной инфекцией врачи называют критичной. Количество заболевших увеличивается ежедневно. Из-за введенных ограничений многие отказываются от планов на путешествия. Страх за собственное здоровье пересиливает желание подышать морским воздухом. Сейчас вроде снова какая-то волна, третья что ли, говорят. Сама точно не знаю. Но нет, лучше я побуду дома. А там что я делаю, что я там забыл? Там ничего не делаю. Главное не забывать про меры безопасности. И можно смело отправляться в путешествия, считают другие. Можно вспомнить поговорку волков бояться в лес не ходить. Беспокоимся, но у нас опять же есть сертификаты, мы поставили прививки. У нас сертификаты о прививках. Нам бояться, я думаю, больше нечего. А в остальном переживем все проблемы, все беды. Я привитый, конечно. Два раза привитый. Почему бы и нет? Так что я не боюсь. В связи с обстановкой в некоторые направления для отдыха требуются сертификаты вакцинации либо результаты ПЦР-тестов. Но поскольку ситуация с ковидом нестабильна, требования тоже динамично меняются. Есть определенные нюансы. Например, санатории Краснодарского края требуют также предъявлять обязательную справку о санэпидокружении, которое берется у участкового терапевта либо в санэпиемстанции по месту жительства. Важно, что данный документ оформляется не ранее, чем за трое суток до выезда. В данном документе указано, что человек не был в контакте с лицами больными COVID-19 в последние 14 суток. Оформляя путевку, необходимо внимательно изучить медицинскую страховку. Иначе, если возникнет необходимость получить медицинскую помощь за пределами России, с этим могут возникнуть проблемы. Страховые компании сейчас перестроились, и они практически все, за редким исключением, включают в свой медицинский полис покрытие на случай заболевания COVID-19. В том числе все, без исключения медицинские страховки, которые предоставляют туристические агентства, в них в случае заболевания COVID-19 входит в стоимость. Другой вопрос, что нужно обращать внимание на то, какое покрытие у страховки, на то, какие случаи COVID-19 входит в покрытие полиса, входит ли госпитализация, входит ли в ситуации, когда нужно просто соблюдать режим самоизоляции. То есть все эти вопросы нужно обдумывать здесь, на берегу. Чтобы избежать многих проблем во время путешествия, туроператоры советуют пройти вакцинацию. К сожалению, детей еще невозможно прививать, а вот взрослым мы всем советуем прислушаться к рекомендациям врачей, учитывать их, конечно, советы и рекомендации, и пройти вакцинацию. Потому что это зеленая карта на сегодняшний день по всем туристическим тропам и маршрутам. Мы желаем всем здоровья, желаем полноценной жизни. Собираясь в путешествия, туроператоры рекомендуют обращать внимание на наличие страховки от невыезда. Именно она сохранит денежные средства отдыхающего в том случае, если поездку придется отменить из-за заражения коронавирусом.